Приветствую всех на канале Nautic. Сегодня мы распакуем ноутбук Acer Swift X. Кто-то, кто, возможно, сейчас смотрит наше видео, скажет, что Гошан, да ладно тебе, ты уже делал обзор ноутбука Acer Swift X, и все такое есть на канале. Кстати, да, это правда, он есть на канале. Если вдруг вам интересно, ссылка на обзор находится в описании, но это немножко другой Swift X, это модификация попроще и подешевле, соответственно. В том ноутбуке был установлен AMD Ryzen 5 5600U, здесь 5500U. И там была установлена видеокарта RTX 3050, а здесь 1650. Кстати, нет никакой информации по поводу TDP этой видеокарты, по крайней мере, я при быстром гугле не нашел, но я об этом все расскажу вам в подробном обзоре. Единственное, что меня в этом ноутбуке смущает, это 8 гигабайт оперативной памяти, которая сама собой впаяна. На материнской плате как у Acer обычно принято. Ну да, все в порядке, давайте сначала посмотрим адаптер питания. Он, к слову, достаточно массивный, от компании Lightone, мощностью 90 Вт, что, в принципе, ну, ожидаемо. Шесть ядерный процессор Ryzen 5, видеокарта, у которой TDP, скорее всего, не меньше, там, 40 Вт должно быть, я надеюсь, по крайней мере. Единственная причина, почему я все-таки решил сделать распаковку этого ноутбука, это необычный цвет, на картинке не вполне понятно, какого он цвета, он такого типа розоватого должен быть. Я подумал, что вживую он должен смотреться сильно эффектно, и да, он не просто розоватый, он просто какой-то фиолетово-розовый, я в цветах не очень сильно разбираюсь. Я мальчик, хотя какой я мальчик, вот мушина, соответственно, он розовый, выглядит достаточно прикольно, на самом деле, он такой, видите, нисто, и по бокам у него серебристый, а крышка у него непосредственно розовая, а и рабочая панель тоже серебристая. В целом, корпус точно такой же, как у всех остальных Swift 14, мы видели и Swift X, и Swift 14, который Swift 3 14, и у Swift 3 X, у них у всех примерно одинаковые корпуса, они все одинаково выглядят, то есть система охлаждения вот так вот реализована, будет система охлаждения, где-то 140-145 градусов угол наклона дисплея, есть шарнир Orla Ergolift, который приподнимает немного рабочую панель под наклоном, ну, да ладно, давайте взглянем все-таки подробнее, и так, да. Розоватая, розоватая крышка, серебристая рабочая панель и серебристый низ, к слову, все сделано вроде как из алюминиевого сплава. Клавиатура такая же, как у Swift, здесь достаточно низкий ход, и очень быстро срабатывают кнопки, то есть нет того упругого прожимания, как у них, так и у других производителей, если вы быстро набираете текст, то это для вас будет плюсом. Кнопка подключения находится здесь, она никак тактильно не отличается от всех остальных клавиш, и есть диодная подсветка, ну, олдскульная подсветка в пальцев, которую Acer любит устанавливать. К слову, я, кстати, не вижу, как разничаю у Swift, здесь был альтернативный режим с цифровым, с numberpad, ну, да ладно, несправо важно. Page up, page down, к слову, если привыкаешь, то, в принципе, это очень удобное расположение этих кнопок. Ну, и в целом, здесь, я думаю, все понятно. Что касается экрана, здесь Full HD экран, 16, надеюсь, соотношение сторон, и там яркость экрана заявлена 300 нит, я подразумеваю, что где-то, наверное, 100% sRGB будет световой охват, но, опять же, все это мы будем проверять непосредственно, подробно обзор я буду все рассказывать. Тачпад, ну, не очень, он довольно криво сам по себе закреплен, потом на фото я вам покажу, и немного дребезжит, но, в целом, посмотрим, ладно. Порты, USB 2.0, насколько я могу судить, хотя нет, он синенький, видимо, USB 3.0, и USB еще один, 3.0, меня, наоборот, хотите, поправляет, говорит, что это 3.2, ну, да ладно, да, 3.2, наверное. Видеовыход HDMI, разъем тоненький, как обычный вейсер, бывает, для подключения внутрепитания, и USB-C, причем здесь тоже есть значок для подключения питания, то есть, USB-C, вроде как, должен поддерживать Power Delivery, и, вроде как, отмечено, что он еще поддерживает DisplayPort, что очень и очень неплохо, учитывая, что здесь 90-батное пропитание, его легко заменить на другой Type-C, с такой же мощностью. В целом, вот такой вот ноутбук, посмотрим, какая у него производительность, слово, ну, да, стоит он сравнительно недорого для ноутбука с видеокарты GDX 1650, посмотрим, что он покажется в играх, учитывая, что есть 8 гигабайт оперативной памяти, ну, и как он будет себя вести, профессиональные приложения типа 3ds Max и Solidworks. На этом я прощаюсь, увидимся в подробном обзоре этого аппарата, всем пока, напишите ваше мнение об этом ноутбуке в комментариях.